Скорее всего, вы не раз сталкивались с такой проблемой, что поёте вы песню, неважно, под минус или аккомпанемент свой, и вот на последнюю строчку вы прям так сильно давите на эти слова, вам не хватает воздуха, что вы уже на последнем издохании пытаетесь спеть и... делайте китовский вдох. Как же спеть хорошо песню и при этом не умереть? Сегодня я как раз расскажу. Меня зовут Дарья. Погнали! Дарья, объясни... Ну и перед тем, как я начну тут разглагольствовать и рассказывать, и приводить примеры, хочу вам порекомендовать, чтобы вы писали некий конспектик. И важно, как вы будете делать, там, в блокноте, в телефоне. Документируйте самые важные моменты, чтобы потом вам было легче на это опираться. Вам не приходилось пересматривать по 100-500 раз видосик. Но, во всяком случае, тайм-коды я оставила. Если что, чекайте. Хочу сказать небольшой дисклеймер перед видео. Если у вас проблемы со здоровьем в плане дыхания, какая-нибудь там астма или постоянно заложен нос, пожалуйста, сначала вот это отработайте, полечите, залечите, прислушайтесь к рекомендациям взрослым и рекомендациям вашего лечащего врача. Потому что те вещи, которые сейчас вам буду рассказывать, они могут для вас не сработать и, наоборот, навредить. А я не хочу вам вредить. Я вам буду рассказывать именно с точки зрения вокала. Поэтому какие-то вещи вам могут пока не подойти. Если все с вами хорошо, то погнали учиться. Дарья, объясни... И первое, что вам нужно исправить, это стараться сидеть с более-менее прямой спиной. Да, я понимаю, что я сейчас звучу как ваша мама, которая постоянно говорит, что вы сутулитесь и сидите как Кощей. Вот так вот. Есть еще такой мем. Я не буду на это ругаться, потому что я сама постоянно люблю сутулиться. Но постарайтесь во время пения сделать более-менее вашу спину прямой, чтобы вы не давили на диафрагму. Дарья, что такое диафрагма? У нас возникает тогда вопрос. Диафрагма это такая мышца наша под легкими. Она нам помогает дышать. Вы ее отчетливо чувствуете, когда или кашляете, или дышите, прям такое... Чувствуете, как будто что-то распрямляется. Ну или, например, и каете. Эта боль как раз возникает в диафрагме. Или вы знаете это чувство, когда вы плотно прям поели, я бы так сказала, даже переели. Ваш желудок, вот это все давит вам на диафрагму. Из-за этого вы не можете нормально дышать. Вот это чувство, типа, я настолько наелся, что аж дышать не могу. Поэтому старайтесь сидеть более-менее прямой спиной. Я вам не говорю, что тут нужно вот так вот по струнке, так вот... Нет, хотя бы плюс-минус, чтобы вы не давили на живот, не давили на диафрагму. Дарья, объясни. Многие сейчас могут подумать, Даша, блин, дыхание это такая штука, что мы умеем дышать. Вот зачем нам уметь дышать? Но я могу вам рассказать, Таня, что мы не умеем с вами дышать даже в обычной жизни. Мы постоянно там как-то не можем нормально сдышать. Мозг бедный работает в хард-режиме. А когда мы поем, тем более мы не умеем контролировать наше дыхание. И тратим на последние слова прям до конца. Вот прям до конца. Сколько взяли воздуха, столько и потратили. Второй пунктик, что вам нужно соблюдать. Не нужно до конца тратить дыхание, чтобы потом брать вот этот китовский сдох. То есть вы взяли там 3 литра объема ваших легких. 3 литра потателя. Старайтесь брать дыхание чуть-чуть заранее. Но для наглядности приведу вам пример, как это выглядит и слышится, когда мы тратим до конца дыхание. Это получается так. Какая-то абстрактная песня. Вот эти у нас звуки появляются. Потому что мы давим, мы пытаемся максимально выдавить дыхание, чтобы у нас было последнюю буквку слышно. И как раз после того, когда мы потратили максимум нашего воздуха, мы берем китовский вдох, чтобы быстро и резко распрямить и набрать объем воздуха. Могу рассказать вам историю. В детстве я ходила в музыкальную школу, и, ну, блин, маленькие дети, там, первый, второй класс. И у нас был хор. Хор это такая дисциплина, где вот там 20 или 30 мальчиков-зайчиков сидят и поют всякие какие-то там песенки про листочки, лепесточек. У вас 20 человек, которые нормально дышать не умеют, им нужно говорить, что мы дышим. Вы поете какую-то песню. Конечно, заранее никто воздух не взял. И получается, что в конце 20 вот этих готовых делать вот это. И вот это посредине песни. Какой-то цунами. Да, я понимаю, что сейчас очень смешно представлять, но это реально так и было. Поэтому, чтобы у вас такого не происходило, неважно, поете вы одни или в группе, берите дыхание заранее. Вы чувствуете, что сейчас у вас закончится дыхание, поменяйте. Памс. То есть получается. Видите, вот у меня все хорошо, на звук это никак не повлияло, и я до сих пор дышу. Дарья, объясни. А тогда возникает вопрос, а что, каким местом дышать? У меня очень много дырок в теле. Мы будем дышать с вами носом. То есть берем носом, чтобы не было... Так мы не дышим. Потому что, когда мы дышим носом, вдох-выдох, и мы опять играем в любимых, у нас происходит бесшумное дыхание. Ну и следующий пункт, который тоже нужно учитывать, если вы до конца себя доводите на исходную, что у вас воздуха нет, скорее всего, вы возьмете очень громкий вдох, это мы уже поняли, и второе, вдох не к месту. У нас все-таки в тексте есть какие-то логические предложения, да, где-то заканчиваются, где-то мысль продолжается. Любая песня состоит из слов, слова в предложении, предложение как бы в абзаце. Есть какая-то логика в куплете, в припеве и так далее. И не нужно брать дыхание посередине слов посередине какого-то предложения, чтобы это звучало как-то непонятно. Давайте сейчас покажу пример. У меня есть песня «Замигает свет», сейчас популярна в ТикТоке. Как бы я ее спела? Замигает свет из окна, как стати, попеналим тостом моей кровати. И так далее. Вроде бы все хорошо, дыхание особо не было слышно, потому что я пока не дышала. Чтобы было так, я его до этого потратила, и мне нужно сейчас где-то взять, где я тут возьму. Сейчас специально буду задышать и громче, чтобы вам было слышно. Замигает свет из окна, как стати, попеналим тост на твоей кровати. Видите, не к месту я отдыхнула, поэтому старайтесь брать хотя бы там по две строчки. Две строчки это плюс-минус оптимальный вариант, на что вам дыхание хватит. Но тут тоже нужно понимать, потому что все песни индивидуальные, и бывает, что одна строчка это прям как три маленьких. Смотрите, плюс-минус по самой песне. Но в целом, еще раз повторюсь, на две строчки дыхания вам как бы хватит. Как в этом случае будет звучать? Замигает свет из окна, как стати, попеналим тостом моей кровати. Миг, замигает свет, замигает свет. Ля-ля-ля-ля. И та-та-та. Видите, да, дыхание взяло носом. Вам было не особо слышно, но дыхания мне хватило, и все счастливы рады. Дарья, объясни. Ну и конечно, чтобы вы чувствовали себя уверенно не только в игре, но и в пении, и в дыхании, старайтесь брать средний темп. Никуда не спешите. Это вам сделано для того, чтобы была какая-то некая пауза в словах, и вы могли нормально сделать вдох. Потому что когда вы спешите, вы прям... Никакой паузы нету, не успеваете нормально вдохнуть. Что делать, не знаем, и происходит, о чем мы сегодня и говорили в самом начале ролика. Вот это вот. Поэтому старайтесь в каждой песне брать оптимальный средний темп, в который вы сможете сыграть хорошо, спеть хорошо, ну и дыхнуть тоже хорошо. Дарья, объясни. Ну вообще, если с вами все хорошо, вы живы-здоровы, у вас нет никаких проблем с дыханием, ну вы просто нормально не умеете дышать. То есть как-то непонятно, раз через раз дышите равномерно. Посмотрите в интернете разные методики, методики дыхания, медитации, осознанное дыхание. Но так как это видео у нас про дыхание именно вокальной составляющей, то есть специальные дыхательные упражнения для вокалистов, которые можно с легкостью найти в интернете и в том же самом ютюбе. Единственное, не нужно это делать все сразу, не переусердствуйте, потихонечку, помаленечку, и вы научитесь нормально дышать. Очень надеюсь, что этот ролик вам помог нормально наконец-таки начать дышать в песнях. А не доводить себя до изнеможения. А вообще пишите в комментариях, был ли полезен вам этот ролик, помог ли он вам, или у вас есть просто какие-то кринш истории с музыкальной школы. Все, пишите, я прочту. Отдельно хочу поблагодарить всех ребят, которые поддержат меня в финансовом плане на Boosty. Вот все эти ребятюречки. Спасибо им огромное за это. За меня они получают клевые ништяки и весь раздаточный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok